Владимир Путин запретил иностранным гражданам владеть землей в приграничных районах Крыма. Речь идет главным образом о территориях, имеющих выход к морю, и которые, с одной стороны, имеют стратегическое значение, а с другой являются весьма привлекательными для частных инвесторов, лакомый кусочек для потенциальных застройщиков, например. И вот тут бы сказать мудрое командирское решение, ибо нечего иноземцам на Крымских берегах делать, да еще в качестве собственников. Вот только если задуматься, а кто же из россиян может себе позволить выкупить те земли, и посмотреть затем, какое гражданство у таких россиян имеется, помимо российского, ой, тоска сразу берет, возникает вполне резонный вопрос, для кого Владимир Владимирович такие указы издает? Он что, правда верит, что саратомские пенсионеры завтра помчатся гектары под Ялтой искупать? Ага. Или ИПшник, владелец трех палаток в Чите, развернет вдруг в Керчи масштабное строительство таунхаусов? Ну, понятно же, это только олигархи потянут, фамилии в табличке выше были, тогда для кого, я спрашиваю, вот именно, что для себя, а точнее для поднятия собственного рейтинга. Нагрузил опять маргиналов красивыми сказками, а стратегическую землю в итоге все равно приобретет какой-нибудь гражданин Великобритании Ротенберг. Господи, 20 лет, одних и тех же россказней ничего не меняется, и народ продолжает проглатывать, что удивительно. Начинаем. Вообще, я, конечно, допускаю мысль, президент наш просто не знает о том, что у каждого российского олигарха имеется второй паспорт. Ну, вот такой у нас президент, очень многих вещей ему не рассказывают. 20 лет пребывают у руля, и все это время человека держат в неведении, хотя прозрение иногда на главного все-таки находит. Вот в январе, например, этого года как-то ведь прорвалась сквозь информационный вакуум правда о депутатах и чиновниках, имеющих заграничное подданство. Шоком для государя он тогда стал, а настолько шоком, что он даже в Конституции предложил прописать, не смеет быть вассалами других императоров. И вассалы тут же, да, да, мы и сами давненько об этом подумывали, не знали только, как до вас эту идею донести. Есть факты получения зарубежного гражданства вида на жительство, в том числе дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству, особенно с учетом непростой нынешней международной обстановки. Ну вот, теперь осталось еще 20 лет подождать. Глядишь, в отношении олигархов великодержавной тоже прозреет. Ладно, переходим к главному. Безусловно, важнейшим событием уходящей недели стало обращение Владимира Путина к нации. Нечасто верховные главнокомандующие к нам обращаются, и уж точно не по ерундовым поводам, во всяком случае так должно быть. Однако в этот раз после этого обращения, как мне кажется, к двум извечным русским вопросам тупо добавился третий. Зачем? Вот зачем Владимир Владимирович это сделал? Причем как пафосно оно преподносилось. Президент выступит с экстренным заявлением в связи с угрозой пандемии страшнейшего заболевания. Но, блин, думаю, раз сам в тему вписался, значит, конкретно они там за этот вирус решили взяться. Оказалось, в итоге, что думал-то я о наших властях лучше. Например, тот же Навальный еще днем сказал, не ждите ничего архиважного. Я уверен, что он объявит о переносе, голосовании, скажет за то, что нужно сплатиться. Я не думаю, что он объявит что-то там чрезвычайное. И оказался прав. У меня вот после этого обращения к нации сложилось ощущение, что прозвучала какая-то предвыборная речевка. Так бывает во время избирательных кампаний, когда кандидат в попытке очаровать электорат начинает обещать кучу всего, а цель-то конечная всегда одна. Вы, главное, проголосуйте за меня, и будет вам счастье. Ну, давайте тезисно. Друзья, очень страшная ситуация, очень страшные вирусы. Я прям не могу оставаться в стороне. На этом, впрочем, об угрозе эпидемии все. А теперь переходим к не менее важной истории, голосованию по поправкам в Конституцию, которое должно сделать меня пожизненным правителем. Что-то вы не особо хотите идти на участки, поэтому решил я все это дело перенести на неопределенный срок, а для вас у меня куча подарков имеется. С понедельника можете не работать, но зарплату вам все равно будут платить. Налоговые каникулы объявляю, банкам повелю, чтобы по кредитам должников не трясли, пока и бла-бла-бла. Слушайте, мечта Емели из небезызвестной сказки. Это реальная журналистика, мили-земеля. Твоя неделя, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Вот недаром политтехнологи Владимира Владимировича свой хлеб едят. Маргинальная часть населения уже ликуют, ну еще бы. Их вон в отпуск отправили посреди года оплачиваемый. Заметьте, не на карантин, а в отпуск. Кстати, некоторые информагентства именно так своим глуповатым читателям данную историю преподнесли. Вряд ли это можно назвать случайной ошибкой. Или кто-то правда считает, что в основной своей массе народ воспримет объявленную нерабочую неделю как возможность переждать пик вероятного заражения. Закрыться дома, напитаться витаминами, заняться здоровьем. Сейчас! Да могу поспорить, часть маргиналов уже за пивом побежала. Кто-то планы строит по гостям пробежаться, а кто-то мясо для шашлыка маринует, на дачу собирается. Ну вы выгляните в окно. Че там, прохожие хотя бы маски на себя надели? Нет. Дети как гуляли во дворе, так и гуляют. Народу наплевать. Хотя оно неудивительно, если даже крупные государственные СМИ в России, рассказывая об этом вирусе, на прикол все сводят. Вам комфортно на таком расстоянии? Здесь метра полтора-два, наверное. Ну, мне хотелось бы чуть ближе. Ладно, начнем. Гость, как вы видите, у нас сегодня... И если бы только СМИ. РПЦ проводят какие-то шутовские средневековые обряды. Над ними нормальные люди ухахатываются. Советский цирк умеет делать чудеса. Хотя вот, как по мне, священнослужители в данном случае могли бы действительно помочь. Им просто не клоунады, надо заниматься с людьми, говорить, разъяснять своим прихожанам, какие меры предосторожности стоит предпринять, дабы не заразиться. Но, видимо, шутовство интереснее. Впрочем, мы же не о них сейчас, а о том, что даже главный превратил непростую, в общем, тему в пиар-проект. Знаете, вот сразу после его заявления мне позвонили друзья, у них сеть небольших ресторанчиков. Спросили, как нам теперь выживать? Президент-то брякнул, а нам из Роспотребнадзора уже мейкнули, мол, обязаны закрыться. Мы не можем работать, но мы должны платить сотрудникам зарплату. Не президент ее будет платить мы. Аренду, к слову, тоже никто не отменял. Оплату электроэнергии, а у нас холодильники, мы сумасшедшие убытки понесем. Нам ведь их никто не компенсирует и плевать, что главный какие-то там налоговые каникулы объявил. Нам без разницы, когда эти налоги заплатить завтра или через 3-4 месяца все равно платить придется. Так же и с кредитами. Хорошо, сегодня дали отсрочку, но проценты-то капают. И когда отсрочка закончится, нужно будет банку отсчитать. В том числе с учетом процентов во время простоя. И таких коммерсантов по стране миллионы. На мой взгляд, надо было объявлять карантин, но это я как раз понимаю, почему не сделано. Потому что карантин, форс-мажор и государство обязано будет организациям уже и частным компенсировать убытки. Юридически. То есть это я все прекрасно понимаю. А так, соответственно, слушай, это идеально, во-первых, это идеально политтехнологически и идеально с точки зрения финансов. А вообще, конечно, забавно. Наши власти в очередной раз переложили ответственность, что называется, с больной головы на здоровую. Великий Кормчий наобещал и снова в домик. А кто эти обещания должен выполнять? Да какая разница! Главное, что по телеку все красиво выглядело. Главное, что рейтинги потихонечку поползли вверх, кстати. Сейчас вдруг подумалось, а у нас же был какой-то фонд национального благосостояния или резервный, который создавался в том числе и как некая подушка безопасности на черный день. Ну вот он, этот черный день, настал. Почему бы сейчас данный фонд не задействовать для исполнения всех обозначенных в свете последних событий социальных программ? На дворе кризис, плюс угроза пандемии неизученного заболевания. Когда, как не сегодня эти накопления использовать? Или они только для поддержки нефтегазовых олигархов существуют? Впрочем, какие-то глупости я сейчас спрашиваю. В очередной раз убедился спасение утопающих, дело рук самих утопающих. И надеяться, в сложной ситуации нам остается только на самих себя. У ребят оттуда и без нас забот хватает осетрину. Вон, на завтрак суховатую подавали. Все. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Ссылка на YouTube-страничку сверху, подписывайтесь. В соцсетях тоже ждух, в друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться пока. Пока.